Можно наделать беды, что нельзя мыть и стирать кислородным порошком. Обычный стиральный порошок не всегда справляется с выведением сложных пятен. Поэтому многие используют кислородный порошок, который эффективно отбеливает и выводит стойкие пятна из одежды и других поверхностей, что нельзя мыть и стирать кислородным порошком, читайте на Esteller, что такое кислородный порошок. Перкарбонат натрия, кислородный порошок, это экологичные и безопасные для человека и природы маленькие белые гранулы. Они почти не имеют запаха и хорошо растворяются в горячей воде. Такое вещество можно часто встретить в составах синтетических моющих средств. Там соединение используется для отбеливания, как пользоваться кислородным порошком. Часто кислородный порошок применяются для отбеливания и удаления пятен. Его можно применять как для ручной, так и для механической стирки в стиральной машинке, для сильных загрязнений 3-4 ложки средства добавляют в отсек для стирального порошка в стиральной машинке. Для ручной стирки растворите 1-2 столовые ложки средства вместе со стиральным порошком в горячей воде и замочите вещи на несколько часов, чтобы вывести загрязнение. Насыпьте кислородный порошок на загрязненный участок и залейте горячей водой. Затем одежду оставляют на несколько часов и стирают в стиральной машинке. Важно, что кислородный порошок более эффективен при растворении в горячей воде. Его соединения начинают активироваться при температуре от 40 С, а для удаления сильных загрязнений растворяют средства водой от 60-95 С, что нельзя стирать кислородным порошком. Кислородным порошком запрещается стирать одежду из таких материалов, как шерсть и шелк. Не наносите средства на вещи, имеющие украшения из кожи и кашзама. Все потому, что они могут повредиться, такая же ситуация может сложиться с деревянными пуговицами. Лучше стирать их другими веществами, к тому же, такой порошок используют для чистки различных предметов быта. Речь идет о поверхности в комнатах, ковриках, плитке для приготовления пищи, однако не все места в доме можно обрабатывать таким средством. В частности, линолеум и предметы из алюминия. Категорически нельзя, чтобы порошок попал на лакированные и полированные поверхности. Когда моете что-то кислородным порошком, обязательно надевайте перчатки, чтобы не было аллергии, ожогов или других побочных реакций. Раньше мы сообщали, чем постирать вещи, если закончился порошок, также мы писали, как сделать качественный стиральный порошок в дома.